мод культ привет всем у нас на значит поездки дня сегодня степень вхождения листочек которые которые не помечен леонидом андреевичем поповым видимо он как и я считает что это не шестой класса девятый и тем не менее это очень важная тема и я предлагаю сейчас такой как бы экскурс можно сказать краткий экскурс вообще в теорию делимости кое уж на то пошло и так обсуждаем вместе написано тут как обычно обсуждаем вместе а потом решаем самостоятельно так определение степенью вхождения простого числа п в натуральное число n будем называть наибольшее такое к напоминаю 6 6 класс и так степенью вхождения простого числа п в натуральное число n будем называть наибольшее такое к что n делится на п в степени к обозначаем обозначать для краткости будем ню п от н ню п от н я дополню что теория периодических чисел и всяких не архимедовых норм с этого начинается я даже я подозреваю что история происхождения этого листочка такова что человек на мехмате занимается не архимедовыми нормированиями и решил познакомить с ними класс где учится моя светочка но всяко бывает это прикольно если это так ну давайте я помогу ему ну тут я хотел сказать леонида андреевич а тут не стоит его имя знаешь кому-то другому вот я помогу ему и попробую объяснить всем что происходит здесь ну вот например давайте несколько прям примеров вот совсем простых ню 5 от 75 что это такое это грубо говоря на какую максимальную степень пятерки делится 75 вот так вот да то есть степень вхождения простого п в натуральное н это на какую максимальную степень п делится н ну 75 делится на 25 но дети все хотят конечно писать тут 25 да но 25 это означало бы что 75 делится на 5 в 25 а 75 делится на 5 в квадрате а на 5 в кубе уже не делится соответственно мы пишем 2 ответ 2 ню 3 от 17 на какую максимальную степень тройки делится число 17 капитан очевидность говорит ни на какую не делится но мы пишем 0 на нулевую потому что 3 в нулевой равно единицы и так далее еда ню 2 от 100 например 28 это просто как это просто логарифм то есть на самом себе вхождение даже сложнее вроде как по по принципу чем логарифм до логарифм она становится равной логарифму в случае если само число это степень простого тогда это просто логарифм ну то есть та самая степень которая вот там ню 2 от 192 равно 6 потому что делится на 64 а на 128 не делится ну и наверное как сказать в качестве примеров этого хватит и вот первая задача доказать что ню п от а б равно ню п от а плюс ню п от б это вообще будет лекция так как никто ничего не решил фактически из этого листка даже моя света решила только две задачи ну третьего не дожали там если честно с третью с моей подсказочкой вот но в общем ушас но большинство народу просто не понимали что происходит но поэтому и сейчас будет лекция просто это мы будем просто все подряд разбирать там очень красивые классные задачи в том числе прямо олимпиадного вида вот и так нужно доказать что это вот верно ну да давайте давайте попробуем это доказывать и поймем что нам кое-чего не хватает а именно вот это значит если вот это альфа а это бета то что можно написать что а равно пф степени альфа умножить на а с волной где а с волной не делится на п иначе бы степень вхождения была выше чем альфа например а плюс один если бы а делилось на один раз но и значит нам также дано чтобы равно пф степени бета умножить на б с волной где получается б с волной тоже не делится на п вот и теперь мы пишем что ну как бы пишем что умножить на б тогда чему равно пф степени альфа на а с волной на пф степени бета на б с волной то есть пф степени альфа плюс бета Как со степенями работаем? На А с волной, Б с волной. И вот у меня, чтобы доказать, что это равно альфа плюс бета, чего мне не хватает? Не хватает. Я красным это выделю. И не хватает доказательства того факта, что если А с волной и Б с волной не делится на П, то А с волной умножить на Б с волной тоже не делится на П. Не хватает доказательства, по сути, базового факта, лежащего в основе основной теоремы арифметики. Что произведение двух чисел, которые не делятся на некоторое простое, не может поделиться. Рождение, как это, простые, не моль, не заводятся в шкафах. Если не было, то и нет, и не будет. Здесь не было моли, здесь не было моли. Здесь не было простого числа, здесь не было простого числа. Перемножили, тоже нет в качестве множителя простого числа. Как ни странно, это совершенно не очевидно. Собственно, это и есть основная неочевидность основной теоремы арифметики. Вот, это утверждение. И, значит, оно неверно для непростых. Например, никто не будет утверждать, что 25 делится на 10, или что 4 делится на 10. Никто не будет утверждать. Но, однако, их произведение, 25 умножить на 4, не просто делится на 10, да еще и дважды делится на 10. То есть делится на 10 в квадрате равно 100. Вот, то есть это вот как бы то, что при произведении рождается делимость иногда. Рождается для составных, для простых не рождается. Ну и тут я даже в 30 школе в Санкт-Петербурге там рассказывал, там в какой-то момент вот это выпало. И девочка одна очень смышленая говорит, а как же, говорит, что тут доказывать? Ну вот в А с волной есть какой-то множитель, и в В с волной есть какой-то множитель. И они друг на друга дают П. Если произведение делится на П, то значит какие-то множители в произведении дают прям П. Но это тоже совершенно не, как сказать, это то, что нам чувствуется очевидным, потому что мы с этими числами много работаем. Но это ни из чего не следует. То есть то, что существует, если, грубо говоря, вот тоже дальше, если А с волной, В с волной делится на П, то А с волной, В с волной равно П умножить на С. Это по определению делимость. Что такое делимость? Одно делится на другое, если существует третье при умножении на другое, дающее одно. Но из этого совершенно не следует, что существует лямбда, делящая А с волной, ну и там мю, делящая В с волной, такие, что лямбда на мю равно П в точности. Вот не следует именно потому, что, ну потому что не следует, никак нельзя вывести, скажем так. Нельзя никак вывести, потому что это все равно будет сводиться к тому же самому все время, к тому же утверждению. То есть все вот эти вот попытки как-то обойти основную теорию арифметики, они приводят к полному краху, и все равно ее надо доказывать. Ну, что называется, что называется, вот и докажем. Ну, сейчас будет трудно. Сразу говорю, сейчас будет трудно. Это будет первая часть. А вот уже в качестве второй части мы будем потом решать задачи из этого листочка. Да, да, все, все подряд решать и разбирать, потому что он действительно очень хороший, но не для шестого класса. Но очень хороший, но не для шестого класса, но прям очень хороший. Задолбал, да? Так, ну что, давайте, в общем, выведем это свойство и заодно докажем основную теорему арифметики. Что нам, как это сказать? Блин, не упало бы доска, что она вся раздолбалась уже здесь. Так. Итак, теорема. Если А и Б не делятся на П, а П простое. Простите. Наверное, придется вывести, да? Ну, как-то да. То А умножить на Б тоже не делится на П. Доказательства. Доказательства состоит из нескольких шагов. Каждый из них достаточно, ну, такой, как бы, немножко зубодробительный такой шаг. Доказательства. Давайте рассмотрим, я это называю кузнечиков. В принципе, у меня это все есть в 100 уроках математики. Но давайте снова повторим здесь уже на маткульт. Привет! Рассмотрим все числа целые вида сколько-то раз А, плюс-минус сколько-то раз А, плюс-минус сколько-то раз П. Ну, вот я для шестого класса так вначале напишу, прямо развернуто, да? То есть все, как это, все точки, в которые кузнечик, прыгающий с одной ноги на А, а с другой ноги на П, может попасть. Вот он может прыгать в любые стороны, в любые, абсолютно куда хочет. Может в ту сторону, может в эту сторону прыгать на А и на П. И вот давайте рассмотрим все вообще места напрямую, куда он может попасть, где он может забрать кусочек хлеба, который там лежит. Вот, рассмотрим все-таки вида, все-таки числа. Ну, как бы, это можно написать М раз А, плюс Н раз П, где М и Н целые числа просто. Вот, то есть мы рассмотрим все числа, которые можно в таком виде представить. И среди них, среди таких чисел берем самая маленькая положительная. Вот, и обозначим это самое маленькое положительное число за Д. Вот, вот обозначим за Д. Вот у нас положительные числа, вот какое-то из них, оно может быть представлено, скажем, М0 на А, плюс Н0 на П. Ну, в виде вот какой-то такой, как бы, комбинации прыжков. Вот. И пусть это вот самое маленькое, ну, понятно, что оно есть, ну, может единица, может не единица, пока не знаю, но оно есть. То есть, естественно, начиная с какого-то момента, какой-то вот, до этого ни одно нельзя было представить в таком виде, а потом какое-то можно. Ну, это, ну, как бы, так как А уж точно можно, или там П, например, П, это просто один прыжок на П, то есть 0 на А плюс 1 на П. То есть какие-то положительные числа, конечно, можно представить в таком виде. Ну, давайте возьмем самое маленькое, которое в таком виде представляется. Извините, Д. А меньше Д уже не представляется ни одно. Вот. Я утверждаю, что А делится на это Д. И П тоже делится на это Д. Ну, как бы, да, уже понятно, что после этого Д будет равно единице, но давайте вот это докажем, да, вот это утверждение. Я утверждаю, что и А, и П будут делиться. Ну, в самом деле, ну, почему это так? Ну, давайте предположим, что не делится. Вот я 2Д взял, 3Д, хоба, и перескочил, да, 2Д, 3Д, 4Д. Понятно, что если у меня Д в таком виде представляется, то и 2Д тоже представляется, да, это будет 2 раза ПМ0 на А плюс 2 раза ПМ0. И так далее. То есть все кратные Д тоже, конечно, будут представляться. Если можно пропрыгать в точку Д, то после этого из точки Д пропрыгая в точку Д мы попадем в точку 2Д. Ну, и так далее. Минус Д берется просто заменой всех положительных прыжков на отрицательные. Вот. И вот теперь смотрите, что у меня выходит, что А, вот, допустим, А лежала между 3Д и 4Д, ну, не важно там, А, это П у меня, извиняюсь, да, П. П лежала между 3Д и 4Д. Что тогда я пишу, что П минус 3Д равно 0 раз на А плюс 1 раз на П минус 3М0 раз на А минус 3Н0 раз на П. Ну, то есть это будет там, соответственно, 1 минус 3Н0 раз на П минус 3М0 раз на А. Ну, здесь понятно, что сами М0 и Н0, они не обязательно положительные, то есть это прыжки со знаками. Если ты направо прыгал несколько раз, значит плюс 3 прыжка, если налево, минус там 4 прыжка. Вот. То есть здесь какие-то целые числа, целое количество прыжков. Ну, то есть фактически что я получил? Я получил, что я вот это вот число П минус 3Д, я смог в него допрыгать на самом деле, потому что в П умею прыгать и в Д умею прыгать, да. То есть по-другому можно так сказать. Я сиганул сразу в П, а потом завел шарманку так, чтобы попасть в Д, но в обратную сторону, развернулся в обратную сторону. И исполняю тот алгоритм, который приводит попадание в Д. Тогда я из П попаду в П минус Д, потом в П минус 2Д, а потом в П минус 3Д. И если П не является точкой этой сетки по Д, если П не делится на Д, то я припрыгаю в остаток отделения П на Д. Я прискочу в этот остаток с помощью прыжков кузнечика, то есть целое количество раз П плюс целое количество раз А. Но это противоречит тому, что Д самый маленький, куда я могу попасть. Зацените. То есть если бы П не было кратным Д, а если бы П не делилось на Д, то у меня был бы прекрасный механизм попадания в точку меньшую Д. А мы по условию сказали, что Д это самое маленькое, куда может попасть кузнечик. Противоречие снимается только тем, что остаток равен нулю. Но если остаток равен нулю, то П делится на Д. Ровно то же рассуждение проводится с А. Ровно то же самое рассуждение. Если бы А не делилось на целое на Д, то я бы мог из А, зарядив шарманку обратно, пропрыгать опять же вот сюда, в эту мертвую зону, в слепую зону, куда кузнечик не попадает. Вот. И тогда бы это было противоречие тому, что мы выбрали Д как вот такую комбинацию. Следовательно, у нас вот эта вот комбинация, да, она обладает тем свойством, что и А, и П на нее делятся. Ну а из этого следует, что Д равно единице, очевидно. Ибо что? Ибо у П простого числа только два делителя, один и Д. Один и П. Значит, если П делится на Д, значит, два варианта, что Д просто равно единице, и что Д равно самому П. Других вариантов нет. Если Д равно П, подставляем сюда и видим, что А делится на П. По условию А на П не делится. Вуаля! Мы получили, что если какое-то число не делится на какое-то простое, то множество всех вот таких вот комбинаций, это множество всех целых чисел. Самая маленькая из них, это просто единица. В любое число можно попасть. Ибо, да. Ну, я объяснил. А значит, на самом деле один, это комбинация целочисленная А и П. И вот теперь осталось совсем недолго. Вот теперь я получил тот самый, как бы, механизм, который мне теперь он очень важен. Значит, что такое? Один равно М0 раз А плюс Н0 раз П. Это, между прочим, называется уравнение диафанта. Если два числа взаимно простые, а вот в этих условиях, когда П простое, а А не делится на П, это как раз то же самое, что, ну, из этого следует, что А и П взаимно простые. И вот в этих условиях всегда существуют такие целые М и Н, что комбинация взаимно простых равна 1. Это уравнение диафанта. И вот из него-то я сейчас все и выведу. Кстати, очень важно вот просто поэкспериментировать реально, как это делается руками. Это самое важное, что есть в арифметике. Вот самое-самое-самое. Потом все равно, конечно, ребята еще раз это будут и в седьмом, и в восьмом классе повторять. Это самое важное на свете. А теперь домножаем на Б. Что получаем? Б равно М0, раз взятое АБ, плюс Н0 на П на Б. Если бы АБ делилось на П, то правая часть этого равенства делилась бы на П. То есть Б делилась бы на П. Противоречие с условием задачи. Вот так. Итак, пункт А. Задача номер один. На самом деле неподъемно сложен для любого школьника. Ну, в принципе, выдумать это нельзя. Только Евклидом надо быть, чтобы это выдумать. Это достижение Евклида. Ну, школьнику задавать их, конечно, неправильно. Может быть, предполагалось, что как бы это очевидно, да? На уровне шестого класса очевидно, что произведение двух чисел, которые не делятся на простое, тоже не делятся. Ну, вот я не считаю ничего очевидным, и вот вам полное доказательство. Итак, еще раз. Как доказать, что если два числа не делятся на простое, то их произведение тоже не делится на простое? Надо запустить процесс с А и П, такой процесс кузнечика. Ну, например, 37, да, и 20. Что мы делаем? Мы вот это вот А, например, а это П. Вот. Что мы делаем? Мы прыгаем там. Ну, прыгнули на 20, прыгнули на 20, прыгнули на 37. Это значит, что мы научились прыгать на 3. Хорошо. Умеем прыгать на 3. Повторим еще раз. 20, 20, 37. Значит, это уже 6, да? Вот. Давайте вот тут напишем 37, да? 20, 20, 37. Попали в тройку. 20, 20, 37. Попали в 6. Ну, и в 9, и так далее. И в 21. Ну, а потом обратно, хоп, на 20. Прыгнули, уже в единицу попали. То есть, каждый раз очень легко найти с помощью алгоритма Эвклии до того же, очень легко найти те самые М и Н, с помощью которых вы будете куда надо попадать. То есть, каждый раз все ближе-ближе к нулю попадаете, повторяете этот процесс, ну и постепенно ищите эти числа. Ну и, соответственно, у вас получается 37 на какое-то число М раз плюс 20 на какое-то Н будет, значит, равно единице. Вот. Ну и теперь, значит, у вас есть, допустим, кроме 20, вот А равно 20. А А равно 20. А Б равно там... Ну, к чему? 27. Тоже не делится на 37, да? Я хочу доказать, что произведение тоже не делится. Я это умножаю все на 27. 37 на 27, взятое М раз, плюс 20Н на 27, да? Так. Ой, я хоть не то говорю, господи. Мне нужно доказать, что 20 умножить на 27 не делится на 37. Ну, да, все равно, там домножаем. 37 М умножить на 27 плюс 20 на 27 на Н равно 27. Вот. Ну и теперь, если вот вдруг 20 умножить на 27 делилось бы на 37, вопреки тому, что мы хотим доказать, вот если бы здесь выделялся множитель 37, то из всего вот этого вот, из всей этой группы, он бы тоже выделялся, потому что здесь прямо написано 37 умножить на что-то. Ну и тогда 27 делился бы на 37, что неверно. Вот. Вот такой вот длинный способ доказательства. Само уравнение настолько важное, что из него там следует куча-куча-куча всего. Вот. Ну вот так вот. Теперь действительно пункт А первой задачи решен. Ну, давайте, давайте вторую тоже решим, что, чтобы уж не это самое, с первой задачей хотя бы разобраться. Там, ну там что написано, смотрите. Пункт Б как раз такой, он очень простой после этого. Нужно доказать, что не УП от А плюс Б больше или равно не УП от А. А, извините, минимума из НюП от А и НюП от Б. Так ведут себя не Архимедовы нормирования на самом деле. Вот. Причем если, если они отличаются друг от друга, то НюП от А плюс Б в точности равно минимуму из них двоих. Ну, давайте, да, вот сейчас это докажем, а вот дальше уже следующий ролик будет посвящен полному анализу всех красивых задач. Может быть, там вот... Так, третью задачу мы пропустим, потому что такая же будет в... Ну, да, тут есть несколько задач, связанных с Н факториалом. Вот. И несколько совсем других задач. Так. Ну, пока, значит, вот нам нужно доказать такое свойство ультраметрического неравенства, если мы будем говорить научным. Высоко. Научным языком. Итак. Ну, в принципе, первое совершенно очевидно, потому что давайте опять НюП от А это лямбда, а альфа. НюП от Б это бета. Если обозначить так, если обозначить вот так, то опять же А равно П в степени альфа на А с волной и Б равно П в степени бета на Б с волной. Ну, тогда А плюс Б равно П в степени альфа на А с волной плюс П в степени бета на Б с волной. Ну, здесь, значит, это П в степени минимум из альфа и бета выносится за скобки, да, потому что меньшее из чисел, значит, тут, соответственно, будет П в степени альфа минус минимум на А с волной плюс П в степени бета минус минимум на Б с волной. Вот, и теперь смотрите, ну давайте для определенности, для определенности α меньше или равно β, то есть степень вхождения в А не превосходит степень вхождения в В. И что тогда? Тогда вот здесь можно что написать? Что А плюс В это П в степени α, потому что минимум равен α. Скобка открывается, А с волной без всякого П, плюс П на β минус α на В с волной. И что? Ну, во-первых, сразу уже доказано, что νП от А плюс В никак не меньше, чем α, потому что А плюс В делится на П в степени α. Вот, если β не равно, а если дополнительно β не равно α, то, смотрите, тогда А с волной плюс П в степени β минус α на В с волной не может делиться на П. Поэтому А плюс В степень вхождения в точности равна α. На большую степень α не поделится, потому что вот это все внутри не делится на П. Вот. Ну, действительно, если β не равно α, то есть если β больше α, да, то есть β больше α, то тогда вот это делится на П, а это не делится на П. Но сумма числа, которое делится на простое, и числа, которое не делится на простое, делиться на простое не может. Да и вообще ни на какое, да? Если два числа взять, одно делится на А, а другое не делится, то сумма не делится на К. Вот. Ну, значит, соответственно, это число будет у меня свободно от числа П, и здесь будет максимальная степень, на которую делится А плюс В. А вот если они равны друг другу, то тут возможны случайные сокращения какие-то, да? Не всегда, но иногда возможны сокращения. вот то есть если этого нет то написано будет а плюс b равно по степени альфа умножить на а с волной плюс без волной и здесь будут выделяться возможно дополнительные степени делимости на p если а с волной из б с волной не делится на p еще интересный момент что если p равно 2 то тогда точно у суммы в этом случае будет большая степень вхождения двойки потому что сумма двух нечетных чисел четно сумма двух не делящихся на 3 не обязательно делится на 3 сумма двух не делящихся на 5 не обязательно делится на 5 может делится может не делится а вот для двойки всегда и это вот дополнительное ультраметрическое свойство простого числа 2 на этом высоконаучная значит лекция для 6 класса завершена маткульт пока и до новых встреч здесь же делимости